Всем привет! Это Влада и Биг Ньюс на TNT Music. Впереди обзор главных событий в российском и мировом шоу-бизнесе по итогам последних семи дней. Тейлор Свифт установила рекорд в альбомном чарте Билборд. Егор Шип и Мия Бойко вместе отметили день рождения большой вечеринкой. Звонкий отыграл концерт в Москве. Смотрите наш репортаж. Как создается популярное ютуб-шоу «Да-да, нет-нет» эксклюзив со съемочной площадки. TNT Music устроил диджей-сет на катке в парке Горького. И главные новинки в блоке релиза недели. Тейлор Свифт установила исторический рекорд в альбомном чарте Billboard 200. Все благодаря своей третьей пластинке Speak Now, которая спустя 10 лет вернулась в рейтинг. Тейлор стала первым артистом в истории хит-парада, у которого сразу 8 альбомов одновременно находятся в рейтинге Billboard 200. На шестой строчке – Long Play Ever More. Folklore на 15-м месте. Пластинка Lover на 32-м. 323-я неделя пребывания в чарте пошла у альбома 1989. В первую сотню также попали студийники Fearless и Red. Во второй сотне – релиз Reputation. Что касается вернувшегося альбома Speak Now, он попал сразу на 121-е место Billboard 200. Возможно, фанаты решили освежить память перед тем, как получат переиздание пластинки. Напомню, что Тейлор решила перезаписать 6 своих альбомов. Первый выйдет обновленная версия второго студийника Fearless. Премьера намечена на 9 апреля. Егор Шип и Мия Бойко шумно отметили свои дни рождения, устроив совместную вечеринку со звездами, Пикачу, анимацией и кучей подарков. Уже хорошо то, что вы с днём рождения свой. Я не плакала. Обычно я плачу, знаешь как? Блин, я стала старее. Что же со мной не так в этой жизни? Мне все звонили, поздравляли меня, звали, что-то мне дарили. И я не успела поплакать даже. И думаю, о, наверное, это взросление. Пока Мия говорила о возрасте, Егор Шип рассуждал об успехе. К своему 19-летию Егор подошёл в статусе одного из самых известных блогеров в стране. Если взять линию успеха, как бы ты в любом случае будешь проходить через середину. Вот, поэтому нужно радоваться каждой точке на этом луче. Поэтому я доволен, но я знаю то, что будет лучше, будет больше. На праздник залетели десятки звёздных друзей-блогеров. Много чего подарили. Вот браслет подарили, кофты, наручники для БДСМ. Я говорил, ребят, просто приходите, не заморачивайтесь, типа, мне не важны подарки. Цветов было много, какие-то милости, прелести от моих друзей. А я пока не вижу ничего, потому что я не успеваю посмотреть, я туда всё отношу в комнату. На 2021 год у звёзд большие планы. Я хочу собрать огромный стадион, я хочу собрать огромные концерты, выпустить много хитов. Я буду работать над здоровьем, над фигурой. Это если внешне брать, в этом году новом. А также я буду работать над музыкой, потому что я хочу новые направления для себя открыть. На дне рождения артисты впервые исполнили ещё не вышедший фит «Наруто». Короче, друзья, это был эксклюзив только для вас, только. Единственный вопрос, который повис в воздухе – статус отношений пары. Сами герои вечеринки не стали раскрывать карты. Слушай, ну, ну, меня там зовут, короче. Я не знаю, ну что тебя ответят. Дружба, любовь и романтика. Прокомментировать не могу, но вот и делайте выводы сами. Звонкий впервые после локдауна вышел на столичную сцену и отыграл сольный концерт офлайн. Смотрите подробности. Это уникальные кадры с бэкстейджа. Через несколько секунд Звонкий снова выйдет на сцену и разогреет зал. Почти никто не догадывался, что концерт мог не состояться. У меня просто такая ангина была дикой. Я там на антибиотиках сел, прям конкретно перед концертом, вроде у меня продышалось. Поэтому я переживал, что я сейчас вообще не это. Вот так буду петь, и всё. Поэтому, слава богу, потихонечку. Сольник стал первым большим выступлением Андрея в столице за полтора года. На карантине артист так и не смог привыкнуть к онлайн-форматам. Да нет, да отстой вообще онлайн. Я сегодня понял, что это полно, это 100%. И я думаю, что не придется делать эти онлайн-концерты больше, потому что это фигня вообще. Мне не нравится. Я олдскул просто. Ты ничего не видишь, никого, ни людей, ни энергии, ничего. Ты просто поешь, как на репетиции на какой-то всё. Приятным сюрпризом для фанатов стало внезапное появление «Ёлки». Артисты спели совместный трек «Времена не выбрать». Слушай, ну у нас с «Ёлкой» в последнее время прямо происходят какие-то музыкальные тандемы. Просто мы встречаемся, что-то обсуждаем. У нас какие-то рождаются фиты. И вот сейчас мы что-то еще думаем сделать. Просто, ну, опять же так, по фану как-то все соберемся. И мы сейчас перейдем на новую студию, сядем, попьем чайку, обсудим музыку. Кайли Дженнер опубликовала пост на русском языке. Под снимком звезда рекламирует свой новый бьюти-продукт для российских фанатов. Кто еще стал героем соцсетей на этой неделе, узнаете в нашем инста-обзоре. Юля Гаврилина сменила имидж и из брюнетки снова перекрасилась в блондинку. Результат она показала не сразу. Подписчики сначала перепугались, что Юля побрилась на лысо. Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих близнецов с днем рождения. Звездная мама написала, «Мои 13-летние малыши сегодня стали подростками». А Даня Милохин анонсировал в сети новый трек. Судя по тексту, Бэнгер будет посвящен недавнему появлению Дани в женском платье. Газов? Не, платье? Не, надел, платье, фиатона твоя быть незнакома. В сети стремительно набирает популярность новое ютуб-шоу «Да-да, нет-нет» с ведущей Наташей НГТВ. У проекта сотни тысяч просмотров. А героями выпусков уже стали Егор Шип, Житковский, Дима Билан и Настя Петрова. Такие секреты скрывает бэкстейдж узнаете в нашем эксклюзивном материале. По задумке шоу артисты и блогеры приходят в студию к ведущей, чтобы обсудить актуальные сплетни о себе и коллегах из желтой прессы. Если герой отказывается, он обязан позвонить журналистам и вбросить в СМИ фейк-ньюс. Кто-то очень готов, кто-то нет. Но в этом-то и прикол. В этом шоу всегда есть выбор отказаться или обсуждаться. В сценарии никаких заготовок и заранее утвержденных тем. Только честные эмоции. Я, в принципе, к любым вопросам готова, потому что я еще не зашкваренный персонаж. Еще пока. Не зашкваренный персонаж. Мне кажется, что то, что я и ляпаю постоянно языком не в попад, мне кажется, это и срабатывает как-то позитивно в мою сторону. Вот я старался всегда уходить от ответа, потому что мне было как-то страшно обижать людей, которых я обсуждаю. Но я, во-первых, ничего плохого не сказал. Я говорил только правду. Поэтому если кто-то обидится на правду, это уже не мой проблем. Едва не закончилось скандалом появление в проекте «Текилы». Его партнершей по шоу была Мия Бойко. Артисту не понравились вопросы. Я сказал, давай-ка, а есть на выбор что-то? Нет. Не, ну тут подожди. Я вот на все готов, кроме этого. То есть, если честно, я готовился, что сейчас будет просто какая-то жесть. А по факту изи очень. Вброс делал, вот сейчас уже телефон разрывается, пипец. О, а с кем ты ходила на этот фильм? С Егором. С Егором. Я только сейчас понял. Она сказала, мы просто в кино пошли. А сейчас я понимаю. На фильм «Лав». На фильм «Лав». И, наверное, еще был последний ряд. Да, нас засунули почему-то назад. Я не понимаю, почему. Мне понравилось, потому что многие новости о себе я вообще не знала, не слышала. И было прикольно их услышать и обсудить. Потому что если они существуют, значит, какая-то часть аудитории об этом задумывается. Выпуск с «Текилой» и «Ми и Бойко» уже доступен в сети. Подписывайтесь на канал шоу «Да-да, нет-нет» в YouTube. Новые эпизоды каждую неделю. На катке столичного парка Горького «Тент и Мьюзик» устроил импровизированную вечеринку по случаю 23 февраля. Я лично отыграла двухчасовой диджей-сет. И сейчас расскажу, как все было. Москвичи отправились на каток даже несмотря на аномальные морозы. В этот вечер мы зарядили парк особым вайбом. Публика согревалась отборным диско-хаусом. В общем, мы сегодня саппортим этот праздник на катке парка Горького. Настроение классное. Несмотря на то, что сегодня достаточно холодно, очень много народу на катке. Это классно. Все празднуют 23 февраля и наслаждаются зимой. Кстати, главными героями вечера были пары. В честь праздника девушки повели своих парней на каток. Было бы теплее, конечно, но вообще было бы супер. Все горит, музыка, сразу поднимается настроение от серий в будни, которые наступили. Кататься классно. Только холодно. Холодно, да. Очень здорово, музычка такая солнечная, немножечко греет, чуть-чуть. Maroon 5 анонсировали возвращение со свежим синглом Beautiful Mistake, записанным при участии Меган Де Стеллион. Премьера трека состоится 3 марта. А новинки, которые уже покоряют стриминги, послушаем прямо сейчас в блоке релиза недели. Post Malone вернулся с треком Only Wanna Be The View. Это кавер на культовый хит группы Hootie and the Blowfish. Релиз приурочен к онлайн-шоу-посте в честь 25-го дня рождения покемонов. Ёлка дропнула мотивационную новинку «Не брошу на полпути». Ставшую саундтреком к спортивному сериалу «Мастер» о чемпионах мира в гонках на грузовиках. Хитмейкеры Джоэл Кори, Рэй и Дэвид Гетто сошлись на фите «Бэт». Это танцевальный поп-бэнгер, с которым можно смело открывать весь... Это были Биг Ньюз и я, Влада. Если вы пропустили выпуск в эфире, ищите его в приложении TNT Music или на сайте в разделе программы. И не забывайте смотреть в сети наши спешлы. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok